всем привет сегодня мы посмотрим как делать сохранение в игре первое что будет это у нас сохранение так скажем данных персонажа ну во первых что нам необходимо это создать блупринт именно сохранение сейф-гейм нажимаем select давайте назовем его сейф-гейм проще май сейф-гейм чтобы мы могли прям его где-то найти потому что сейф-гейм он уже существует в движке так мы открываем его и естественно создаем переменную до которой нам необходимо для сохранения то есть вы можете здесь создавать кучу переменных ну я бы так не рекомендовал вам делать там то есть вы хотите жизнь далее является ли у персонажа смерть там значение true или false и так далее но нет я бы так не не решил бы делать потому что переменная забивает необходимо много будет проще делать через энумерейшн или даже лучше структуру потому что энумерейшн неподходящий берем блупринт вытаскиваем отсюда структуру давайте напишем структура player variable так заходим в эту структуру и здесь мы добавляем сколько нам необходимо параметров и какие необходимы ну давайте пусть первое будет у нас is dead то есть мертвый наш персонаж или нет далее второе пусть у нас будет ну какая-нибудь трансформ или там плеер трансформ то есть она будет отвечать где у нас будет находиться персонаж естественно трансформ мы переключаем на трансформ чтобы она была далее далее мы должны какие-нибудь параметры задать в виде поворота мышки да то есть куда поворачивается мышка давайте напишем player рот речь ротатор так здесь мы выбираем ротейтом также можно ввести давать последнее будет какое-нибудь значение то есть жизнь нашего персонажа и естественно о перемена потупливает непонятно делаем сохранение далее мы переходим наш сейф вот парень класс совге и здесь мы уже выбираем нашу структуру которым мы создали структуру player variable давайте и назовем как-нибудь player save так иногда когда вы будете собирать вообще свой проект он может ругаться вот на такие не подключенные никуда переменные для этого можем сделать так так давайте event крутим вперед на какой-нибудь event создать так ну ладно давайте кастом и он просто создадим чтобы у нас была какая какой какой-то event который будет отвечать неважно вообще как вы его назовете что сделаете можно просто сделать подключение сейф да если компайл создался все отлично то есть иногда вот из-за таких действий у нас не происходит вообще build игры то есть если вы не подключите переменную именно в сохранении так это на всякий случай вам и и теперь смотрите где мы должны делать сохранение вообще можно по сути большинстве частей можете в персонажи можете виджете где-то делать но я все-таки рекомендую это делать в game instance и потому что он неважно где находится он не на первом уровне находится не на втором не на третьем как говорится это instance он создается вообще создание игры в теории да ну и на практике давайте его назовем game instance давайте просто game game instance game заходим здесь мы создаем какие-нибудь функции в данном случае это первая функция у нас будет сейф сейф гейм на которой мы будем во первых проверять если у нас какое-то сохранение для этого есть но да даст сейф гейм эксист и задаем свод нейм который у нас отвечает за сохранение значения персонажа пусть это будет уэр с этим ну и давайте переменную просто создадим ей так это у нас будет сотные пусть так и назовем из-за того что мы здесь прописали заранее да у нас сразу автоматом давайте я вот сюда перенесу это чтобы было проще так не хочет отлавливать то есть мы за того что там прописали и создали переменную у нас уже готовые значения далее мы после проверки то что она существует у нас выходит булиновая переменная так скажем булиновые значения то есть либо да либо нет если же да мы делаем загрузку давайте вот сейф гейм слот далее мы подключаем наши перемены слотные делаем каст на наш на наше сохранение касту так мы назвали его май сейф гейм да май сейф гейм далее мы создаем уже у сохранения тоже переменную это у нас будет пусть это реп май сейф гейм то есть чтобы мы быстренько и могли ее где-то вытаскивать но так как это сохранение да здесь мы можем прописывать конечно вот эту часть то есть если ее не существует мы естественно создаем да это create сейф гейм обжект указываем значение что мы создаем это май сейф гейм ну и далее также мы записываем нашу переменную которую мы вот здесь вот создали ну и делаем какие-то значения сохранения и так далее но из-за того что мы будем когда входим в игру загружать уже из сохранений то есть мы создание нашего сохранения сделаем загрузки я надеюсь я понятнее объяснил конечно но и может быть некорректно но прошу прощения за такую тавтологию сохранения сохранения теперь у нас мы сейф гейм есть переменная player сейф вот как раз таки мы ее здесь вот из этой штуки будем вытаскивать давайте player сейф то есть нам нужно здесь делать сохранение значит мы делаем set то есть подключаем ну и отсюда у нас уже создается значение то есть make мы их должны сюда подать в данном случае у нас персонаж это get player так character давайте вытащим к сожалению здесь придется сделать каст на него каста биби first person character в данном случае мой от третьего лица можем не подключать его в структуру нажав правой клавишей конверту пирка каст и будем уже вытаскивать необходимые значения оттуда так для начала конечно мне надо найти персонажа и создать в нем некоторые переменные которые мы будем записывать и либо изменять давайте быстренько найдем нашего персонажка first person blueprint вот он открыли у нашего персонажа есть жизнь так здесь есть другой значение которое я как-то уже объяснен на каком-то уроке так у нас нету значение dead смерти то есть жизнь есть смерть теперь есть булиновая переменная отлично отложим его куда-нибудь в стороночку и переходим game instance вытаскиваем get dead то есть только что создали мы подключаем ее сюда вы когда делаете какие-то уроны и так далее вы естественно записываете что персонаж умер или или же нет далее мы вытаскиваем и get actor transform то есть здесь мы указываем наш трансформ персонажа ну и player ротейтер это как раз таки поворот нашей получается нашей камеры бум вот этой вот этой длины вот этой тросточки так скажем поворот мы вытащим из get player controller здесь у нас есть значение контроля ротейшн контрол протейшн и мы подключаем сюда ну и далее снова вытаскиваем из персонажа к наш fgf отключаем значение здесь мейк мы создали и теперь вообще нам необходимо дальше уже делать сохранение то есть мы берем наш сводный нам нужен будет давайте с цель гейм так и у нас и в генку суд удаем значение слова то подаем риф нашего сохранения сюда выставляем ну и здесь если вам необходимо создаем branch то есть если у вас сохранение отлично все прошло вы делаете какие-то действия дать я напишу print string напишем сейк давайте здесь напишем print string у нас будет на усы так этого мы выведем красном цвете так ну давайте еще поправим дюрейша пусть это будет у нас 15 секунд чтобы мы за 2 секунды не потеряли это значение так сейк мы закончили давайте перейдем к новой функции и и назовем лоут гейм создадим схожие название но для начала вообще мы можем некоторые действия сделать но это давайте чуть позже во второй части у нас будет некоторые добавления к этим функциям теперь нам на загрузку давайте скопируем вот эти штуки то есть мы копируем сохранение по сути загрузку так вот это мы копируем и переносим ее вот гейм теперь так здесь у нас все отлично каст отрабатывает и далее мы должны загружать эти значения нашего персонажа так берем нашу переменную которая находится в рс и да то есть название версии ну и разбиваем эту структуру break структур как раз таки у нас выходят вот эти все значения то есть мы должны и давайте сразу делаем каст бипи first person переключаем конверт pure cast и сделаем во первых первым нас dead берем set dead продолжаем движение сохраняем нашего персонажа как раз и нашу переменную далее у нас вытаскивается set actor transform не у нас set actor transform как раз таки поворот нашей капсулы ну нашего блупринта выключаем его сюда и далее также вытаскиваем из get player контроллер пусть это будет set control rotation подключаем наш player rotation rotator да немножко не неправильно назвал но не особо важно это главное чтобы поняли где это все лежит наименование идентичны так все и мы подключаем наше жизненное значение давайте посмотрим и персонажи у нас что дед фолс в 60 жизни ну и здесь можем конечно давайте быстренько print string выведем можем конечно вывести здесь ну давайте здесь и выведем это будет load синего цвета так давайте load game 15 секунд ну и давайте есть чем выведем один print string чтобы мы понимали что у нас реально прошло вот мы выведем сколько жизни у нашего персонажа так выведем тоже 15 секунд и пусть будет фиолетовый какой-нибудь так ну и давайте продолжим на создание нашего сохранения можем сделать здесь можем давайте лучше сделаем по-другому так как у нас есть переменная save game функция точнее давайте мы ее сюда и поставим ну правда нам надо будет в save game немножечко изменить изменим мы ее гораздо проще то есть мы создали ну и теперь нам необходимо просто лишь сохранить сохранить мы должны вот эти значения и делаем сохранение в принципе все то есть никаких иных действий нам не нужно так но мы с этим закончили и теперь переходим в project settings да то есть эдит project settings переходим map and mods и далее внизу у нас game instance мы должны переключить на наш game мы переключили давайте делаем сохранение проекта так ну давайте и еще 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 это у нас сделаем кнопочки на которых мы будем сохранять и загружать нашего персонажа пусть это у нас будет в клавиши это у нас будет сохранение просто сделаем проще да так для начала мы чтобы мы могли делать сохранение нам необходимо begin play в персонажики создать каст каст на game instance наш касту game instance сюда мы должны get game instance подать давайте сделаем переменную так и назовем as game instance и естественно мы уже отсюда вытаскиваем с нашей функции которую мы там и создавали все мы делаем сохранение когда у нас делается сохранение выдаст сообщение так и на клавиши пусть будет н надеюсь я на эти клавиши ничего не ставил в этом проекте мы из game instance делаем лодки теперь у нас все готово осталось только лишь проверить давайте откроем нашу папочку программ а вот точнее нашего проекта здесь есть у нас совет и здесь у нас должна появиться папочка save game ну или что-то подобное но так как у нас сохранение еще не существует ее нету там давайте запустим так делаем сохранение так нажимаем клавишу b как видите у нас сделалось сохранение цель папочка у нас появилась папочка save game и как раз таки player settings как мы и назвали нашу переменную так где слотный вот она в значение player settings как раз таки тот файл и появился теперь нам необходимо проверить загрузку мы отбегаем сюда нажимаем клавишу n и у нас загрузка и показывает хп 60 теперь давайте попробуем запрыгнуть на автомобиль будем смотреть вот гол голова будет закрывать зеркало нажимаем сейф и загружаем нашу игру как видите где мы оставили поворот там он и загружается но естественно если вы будете в персонажики менять допустим какие-то значения данном случае я еще ничего не делал но давайте на единицу ванки поставим жизнь так ну не то нажимаю плюс пусть будет у нас плюс 7 какие значения и делаем сохранение нашей жизни и на клавишу 2 мы будем вычитать из нашей жизни значение 15 ну вот вот так вот что нибудь придумаем сделаем и быстренько print string мы видим наши значения которые нам необходим так нажимаем единицу 67 81 делаем сохранение мы можем по сути закрыть да то есть мы остановили нашу игру запускаем нажимаем клавишу загрузить у нас 81 хп и загрузка как раз таки куда мы смотрели чтобы загрузка у нас происходило сразу при загрузке уровня допустим да вы можете выставить на лаву был принт лаги бегин play где-нибудь как раз таки то же самое делайте давайте скоро скопируем из персонажика просто делая каст сахара делаем переменную ну и далее уже давайте вот гейм то есть мы сейчас при загрузке на нашем уровне всегда будем делать вот гейм если мы удалим наше сохранение представим до удалили сохранение запускаем у нас уже сразу произошло сохранение потому что мы так настроили делаем еще раз сохранение в эту сторону и при загрузке мы сразу уже оказываемся куда необходимо смотрели наши хп сколько есть на данный момент 60 на этом все как делать загрузку наших переменных персонажики естественно в таком виде я думаю будет правильнее если у вас есть иные варианты пишите в комментариях и спасибо за поддержку на канале бусти также если вам интересны эти видосики есть какие-то вопросики пишите в дискорд канал я там часто присутствую но и принципе другие люди если вдруг меня нету вам помогут а на этом все всем спасибо и пока